И, говоря о том, а как это возможно бороться, как возможно остановить, и это тут хороший вопрос о том, что, ну это вообще цивилизационный вопрос, а как мы-то, как говорится, мы это virgin Europeans, а там чадо, как его, иславик. Да, да, чад маслимс. Мне кажется, что в любое время можно стать чадом. То есть, конечно, если употреблять такие вот термины, я считаю, что каждый, если захочет, может стать чадом. Как можно это сделать? Ну, мне кажется, что мы достаточно развитые, чтобы не обращать внимание на вызовы, а это вызов. Я имею в виду провокацию, даже это не вызов, это провокация уже. И самая страшная провокация от ислама исходящая, это попытаться опуститься на их уровень. То есть, на уровень их дискуссии, на уровень кулаков, на уровень вот этого насилия. Я считаю, что на насилие надо отвечать не насилием, а надо отвечать скорее раскрытием. Самое страшное для ислама сегодня это вот свобода. Самое страшное для ислама сегодня это права женщин, например. Самое страшное для ислама сегодня это вот подрыв всех устоев, то есть, десакрализация их мира, деклирикализация их мира. И мне кажется, усилия европейцев должны быть направлены прежде всего на это, на деклирикализацию ислама. Уничтожить не вот людей, нет. Люди придут, теракты продолжатся. А надо уничтожить это сакральное. Надо подорвать вот этот столб, подорвать эту основу. Ту основу, на которой зиждется любой фундаменталистский терроризм. Это основа некого такого великого блаженства, спасения. Ну, на основе новых неофитов обращенных, что, как бы, ну, скажем, это любимая пища для бедных. Пищу надо эту изъять. И тогда, собственно, любая такая радикальная идеология, она заглохнет. А вот тут вопрос в чате от Ксении для тебя. А все-таки, чем ислам опасен для Европы? То есть, ты сказал, что ислам опасен и сказал, что исламская культура, она действительно очень сильно отличается от европейской. Но в чем эта опасность? То есть, это опасность исламизации или это опасность какого-то политического насилия? Это опасность культурная, прежде всего. Почему опасность культурная? Потому что Европа это Европа свободных наций, Европа прав человека, Европа достоинства личности и неприкосновенности собственности. Но все, что мы смотрим и наблюдаем в исламском государстве, ну, любом, давайте возьмем среднестатистическое, не будем конкретно говорить, например, за какое-нибудь запрещенное на территории Российской Федерации. Да, государство, там, государство мусульман. Назовем его государством мусульман-эн, чтобы не вызывать никакой политической розни. Я, кстати, очень сожалею, что твич Елдыбогов заблокировали, верно? Да, к сожалению, да, но мы работаем над... Ну, надеюсь, что на Гудгейме нет ведь этих правил. Да, можно, можно говорить, да, да, да. Поэтому я хочу вот приблизительно представим эту страну-эн, страну-эн, в которой есть ислам, и эта цивилизация живет в том числе и по шариату, где суд, судебная власть, одна из трех ветвей власти, находится вовсе не в руках светской, а религиозной с догматами, которые могут показаться для свободной Европы ужасающе дикими, унижающими достоинства и личную свободу, и личное право выбора. Можно ли представить европейского человека, возьмем даже не европейскую женщину, а человека, потому что есть в исламе запреты и для ношения, как у женщин, паранджи, так и у мужчин, это оголение, как его называется? Лодыжи, ну, не, не, как, голени, голени, шорты, короче. Голени, еще локт, локтевые суставы, это лучевой кости. Короче, футболку, футболку, футболку и шорты нельзя. Ну, это правда, я все-таки, я замечу, что вот это ограничение, оно не во всех, конечно, мусульманских этих самых регионах существует. Поэтому я и сказал, что возьмем абстрактную страну, возьмем абстрактную страну N, потому что мы берем ведь не каждую отдельность, а среднюю по балаке, потому что я определенно уверен, что такое возникнет где-нибудь в Европе, если ислам все-таки получит большое представительство. Представим, что это произойдет. И я уверен, что это один из моментов. Он один из моментов, но позвольте эту ниточку раскрутить. Она ведется очень ясно вот отсюда. Нить Ариадны, она здесь находится. Когда мы признаем право какого-то не светского, а субъективного, причем субъективного не только нашего, но и вообще, в принципе, и народного компонента культуры, диктовать нам дресс-код, мы начинаем соглашаться с другим. Потому что сказав А, мы говорим Б. И после БВГД мы не можем остановиться произносить этот алфавит. И начиная с первой буквы, она очень важна. Начиная с первых слов мы формируем отношения. И эти первые слова в нас определяют то, как мы будем относиться к тем или иным вещам дальше. Это не значит, что надо бить. Это не значит, что надо отвечать им ударом на удар. Нет. Надо отвечать сильнейшим ударом на удар. Но тем мы отличаемся от зверей, что способны не только лишь силой, но и разумом отвечать. И вот эти запреты, эти ограничения, которые начинаются с простого одеяния, заканчиваются тем, что происходит сейчас в Афганистане, где раньше можно было в отдельных случаях не носить паранжу. Но появились такие странные люди, которые наблюдали за вами. И вдруг вся страна стала носить, потому что знает, если не наденешь, тебя могут ведь еще и призвать к ответу. Поставить на колени, заснять на камеру. И этих людей меньшинство, поверьте. Это не значит, что их много. Нет. Это меньшинство, правящее большинством. Это нарушение главного принципа, на котором взиждилась древняя европейская демократия. Право большинства. Нет. Право меньшинства теперь. И с этого начинается все. Если мы признаем это, то А будет Б. Это уже не Европа. Продолжение следует...